Меня зовут Константин Рыба с компанией Tau Technologies. И сегодня мы поговорим о разработке кросс-платформенных приложений под мобильные платформы и не только под мобильные. Ну, немного слов о команде. Все начиналось с проекта Romobile. Это стартап, созданный в 2008 году в Силиконовой долине. В 2011 году был приобретен фермой Motorola. Стартап занимался созданием фреймворка для разработки кросс-платформенных приложений под iOS, Android, Windows Mobile, Windows C, Windows Phone, BlackBerry, Symbian тоже поддерживали, Windows Desktop и так далее. В 2014 году Motorola продала свой бизнес, интерфайз-бизнес-компания Zebra. Сейчас в команде Tau Technologies работают три человека. Плюс мы привлекаем на контракт на основе разработчиков из нашей бывшей команды Romobile. Так, ну вот здесь небольшой таймлайн. Как все происходило, в принципе, я уже все объяснил. Вначале, когда была компания, был стартап Romobile, был набор продуктов, вот непосредственно платформа для разработки гибридных мобильных приложений. То есть UI писался на HTML, бизнес-логика писалась на JavaScript и на Ruby. Также был продуктор Connect, это был интеграционный сервер для того, чтобы синхронизировать данные между мобильными устройствами и бэкэндами всевозможными на предприятии. Плюс была такая система RoHab, это сборка приложений в облаке, инструмент RoStudio, ID для разработки, и продукт RoGallery, дистрибуция приложений. После покупки Romobile стартапа компании Motorola, продукт, был ребрендинг проведен, продукт стал называться Romobile Suite. И еще появился продукт RoElements, он стал платным, это набор компонентов для поддержки специализированных моторольских девайсов на платформах Windows C, Windows Mobile и Android. Ну и в 2014 году у нас купила Zebra, и с 1 июля 2015 года мы создали компанию Tao Technologies. Какие есть задачи для IT-директоров тех или иных компаний? Допустим, надо реализовать приложение мобильное под iOS. Нужно интегрировать приложение с всевозможным бэк-офисом компании. Нужно управлять версиями, пуш-уведомлениями. Реализовать дистрибуцию приложений внутри предприятия. Повторить функционал на других платформах. Контролировать синхронность выхода версии на различных платформах. Варианты решения различные. То есть это либо набрать программистов под разные операционные системы, нативных программистов, создать проектную команду, которая бы занималась синхронизацией разработки и тестирования под разные ОС, либо какого-то аутсорсера выбрать и делать заказную разработку под разные ОС, управлять зоопаркингом мобильных приложений. И, соответственно, мы получаем неоперативное внесение изменений и исправление приложения. Либо создать кросс-платформенное приложение, используя следующие инструменты. Существует два основных вида решений кросс-платформенной разработки приложений. Ну, как мобильный, так и десктоп-приложений настольных. Гибридный. Основная часть, особенно юзер-интерфейс, разрабатывается на HTML. Запускается в локальном WebView. То есть отображается HTML-контент WebView. WebView — это некоторая обертка над WebEngine. Это, допустим, может быть WebKit, может быть Gecko. Это может быть, допустим, Internet Explorer. То есть движок Internet Explorer. Там последние движки они используют WebKit. Например, на Windows Phone. Ну, старые движки на Windows Mobile. Там был свой движок. Бизнес-логика крутится в основном. Там же все в WebView в одном потоке в JavaScript. Но, например, в нашем продукте можно использовать Ruby. Это отдельные контроллеры, которые в отдельном потоке будут крутиться. Там виртуальная Ruby-машина встроена на устройстве, работает. Примеры таких продуктов — это PhoneGap. Потом, когда купил Adobe, PhoneGap весь свой движок отдал в Apache Foundation. Сейчас называется продукт Cardova. Многие знают, в принципе, о нем. Это вот наше приложение, наш продукт, RoMobile. Точнее, не наша, нашей бывшей компании. И Tau Platform — это, по сути, форк RoMobile. Либо нативный подход. Предлагается программировать на, допустим, либо нативном языке, либо тоже есть всевозможные средства разработки. То есть можно, допустим, писать приложение на C Sharp под любые платформы и дергать оттуда любой платформенный нативный API. Либо, допустим, из Java Script это можно делать. Интерфейс отображается не в WebView, то есть там никакого HTML нет. Там обычный нативный юзер-интерфейс. Это, например, Accelerator и Xamarin. Это же очень популярные платформы, получают достаточно большое количество инвестиций, очень популярные. Ну, как и PhoneGap, Cardova. Решение RoMobile. Tau — это гибридное решение, так же, как я и сказал. Я уже, в принципе, описал, что исходный код это HTML, CSS, JavaScript — это логика. Также можно писать на Ruby. Из JavaScript, так как и из Ruby, доступны различные API для доступа к функционалу. То есть к файловой системе, камере, к каким-то системным функциям, к календарю, к контактам, к network, к сетевому стеку. То есть какие-то капаблики, естественно, промышленных устройств. Это баркод-ридеры, это RFID-ридеры, там, кард-ридеры, там и так далее. Все что угодно. В принципе, гибридные приложения сейчас достаточно большую долю рынка занимают. Гартнер об этом сообщает в своих исследованиях. Почему так? Во-первых, можно привлечь уже имеющихся. Многие корпорации имеют уже какую-то группу разработчиков, которые поддерживают внутреннюю, допустим, инфраструктуру. То есть веб-сайты, какие-то веб-сервисы и так далее. И, в принципе, имеющийся код, его можно, в принципе, портировать на мобильный девайс. То есть там немного нужно будет делать изменения, чтобы есть, допустим, какой-то у вас портал, и вы хотите сделать приложение по тематике данного портала. И, в принципе, имеющийся код уже написанный, можно использовать. Во-первых, нет жесткой привязки к решению. То есть вы можете написать приложение, допустим, на фонгапе, и потом его портировать на Румабел, если вам фонгап чем-то не понравился. Ну, либо на ТАУ, к примеру. Проблемы производительности раньше были. Потому что, ну, на слабых девайсах, то есть там, в принципе, UI тормозил достаточно сильно. Вот вы спросите, допустим, а можно ли на HTML сэмулировать нативный интерфейс. Да, вполне существует как бы решение, допустим, вот как SanchoTouch, Telerik тоже выпускает подобное решение. То есть там полная имитация под Android, под iOS и под Windows Phone, на HTML, CSS, JavaScript, полная эмуляция любых нативных контролов. Все это работает. Плюс из года в год сами как бы WebEngine тоже оптимизируются. Аппаратная часть становится лучше, мощнее. В принципе, проблем с производительностью нет. Хотя они все-таки возникают. Потому что, допустим, в решении вот фонгапа, в частности, вот пока что и в нашем решении, если вы пишете на JavaScript, то все крутится в одном потоке, все крутится в WebView. Если какие-то сложные, допустим, вычисления вы проводите, то, конечно, UI может подтормаживать. Но выход из этого есть. Я дальше как бы тоже об этом поговорю. Вот, как я сказал до этого, пустого платформа это Fork, ответвление open source платформы ROM Mobile. Сейчас компания Zebra передала, сейчас мейнтейнеры передала полностью мейнтейнить продукт ROM Mobile в Bangalore в Индии. Мы там тоже проводили knowledge sharing в течение весны, то окатались много раз. Но как бы они понимают, что они не смогут сделать то, что делала оригинальная команда, которая все это написала как бы с нуля, там, From Scratch. И сейчас они пытаются в Apache Foundation этот продукт отдать, чтобы, ну, вы хотите и нас тоже позвать, контрибутить, может быть, еще кого-то. То есть у нас партнерские отношения с Zebra. Поддержка на данный момент это iOS, Android, полностью вся линейка Windows Embedded. Это Windows Mobile, Windows C, Windows Handheld, Windows Embedded на основе Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Phone 8, Windows 10. Раньше было Symbian BlackBerry, сейчас эти платформы деприкетнуты, Windows Phone 7 тоже был деприкетнут, ну, так как это не популярные на данный момент платформы. Так, и мы поддерживаем еще вот MacOS, Windows настольные системы. Немного об архитектуре. Это вот касается именно в части Ruby кода, если мы пишем Ruby код. Вот желтым цветом это ваше приложение, то есть у вас написаны на Ruby контроллеры, написаны ERB файлы, это View, это именно интерфейс визуального приложения, там может быть HTML код в перемешку с Ruby кодом. Красным цветом обозначена TAU Runtime, это Device Capability, с которым мы доступ организуем. Это Ruby виртуальная машина, это ORM, Object Relational Mapping, это действия, которая позволяет сериализовать и действия реализовать объекты из базы данных. В качестве базы данных у нас используется SQLite в качестве движка. Также у нас есть свой HTTP сервер внутренний, есть клиент по синхронизации данных между различными бэкендами и приложением на мобильном девайсе. И WebEngine, по сути, браузер контролл, это то, в чем отображается весь UI. То есть, допустим, на iOS, на Android, на Windows Phone это WebKit, стандартные элементы WebU, которые на WebKit основаны. На Windows Mobile все сложнее, используемый интернет-экспор, но не очень хорошо поддерживает последний стандарт HTML5, JavaScript и так далее. Поэтому у Motorola они использовали кастомный движок, WebKit кастомизированный, он платный, он не open source. Мы взяли, сейчас спортировали WebKit на Windows Mobile, Windows C, то есть он уже как бы был портированный, мы его, так скажем, допилили, потому что было много багов, много крэшей. Сейчас он более-менее работает, но пока мы еще это не зарелизили. Плюс у нас существует, я еще дальше скажу об этом, сейчас кратенько, Tausing Server, это интеграционный сервер, написанный на Ruby, который позволяет синхронизировать данные между мобильным приложением, мобильным девайсом и бэкэндом. Бэкэнды любые могут быть, это либо какой-то проприетарный бэкэнд, либо, допустим, SAP, Oracle, LMS SQL Server, там, не знаю, 1S, пара, все что угодно. То есть пишутся некие source-адаптеры на Ruby, которые позволяют данные синхронизировать между бэкэндом и приложением. Эти source-адаптеры, они уже готовы и поставляются, то есть клиенту как бы не нужно ничего делать, он как бы из коробки это получает, ставит на этот интеграционный сервер, и все работает. Если, допустим, под какой-то бэкэнд этого нет, может сам как бы это сделать, либо заказать там, либо нам, либо еще кому-то. Так, это вот как раз-таки немножко синхронизация данных. То есть вы можете воспользоваться интеграционным ТАУ-сервером не только из нашей платформы ТАУ-платформ, но можете, в принципе, из Java, из Objective-C, из JavaScript. Есть соответствующий код библиотеки у нас в репозитории. Ну и здесь, да, вот описан как бы кратенький такой список бэкэндов, с которыми может быть проведена синхронизация. Кстати, да, для кэширования данных мы используем новый SQL Database Redis. Так, вот еще облачные сервисы. Как я раньше сказал, у нас были облачные сервисы. Например, это вот Ruhab, это облачная сборка была, но, опять же, это была не у нас, а у Motorola. Плюс у них тоже есть продукт Ruhgather, дистрибуция приложений. Мы планируем, не сейчас, конечно, у нас ресурсов нет, сейчас нет, но в будущем, в дальнейшем, если все будет хорошо, тоже в облаке дадим подобные сервисы. Мы на DroidCon недавно заняли, мы являемся одним из победителей DroidCon в Москве, в офисе Mail.ru, все это было недавно, в сентябре. И компания IBM сделала нам оффер в размере 120 тысяч долларов облачный грант с возможностью пролонгации, то есть использовать их инфраструктуру для разворачивания своих облачных сервисов, плюс, как бы, сказала, что даст доступ к своим потенциальным костумерам и так далее. То есть, допустим, можно будет проводить билд-приложение в облаке, можно будет приложение дистрибьютить, либо непосредственно, к примеру, в App Store, Apple-овский, либо в Google Play, либо непосредственно на приложение, на мобильные девайсы в своей компании, внутри компании все это дистрибьютить. Также хотелось бы, вот есть, допустим, один из конкурентов, но там не гибридные приложения, все-таки больше нативные, это абселераторы. У них есть такая услуга, как тестирование ОПО в облаке. То есть у них набор девайсов, подключенный к облаку, и можно прямо свое приложение там это оттестировать сразу. Но если у вас нет, допустим, айфона, андроида, еще чего-то, чего-то не хватает, там можно все это протестировать. Но опять же, тестирование какого-то самого такого примитивного функционала, там, наверное, конечно, там девайс капабилити, вы там не протестируете, но самое основное можно. Так, теперь дальше. Есть IDE, это Eclipse плагин. Можно редактировать код, открывать проект, настройки в проекте менять, запускать можно из данного инструмента приложения, можно как на платформенном симуляторе запускать, так и на устройстве. Можно отлаживаться. Ну, отладка такая куцая. Это я вот говорю не про Тау-студию, а про Ростудию. Мы, в принципе, форк сделали, но пока там ничего вот не меняли. Можно запускать так называемый Тау-симулятор с возможностью отладки Ruby. То есть у вас запускается отдельное приложение, там написано, наверное, на Куте, оно запускается либо на Винде, либо на Макоси, и можно просто отлаживать вот Ruby код, логику саму. Конечно, какие-то девайс-специфик вещи вы не отладите. Мы от этого, конечно, хотим уходить, полностью деприкатить Тау-симулятор и реализовать нормальный дебаг на нормальных симуляторах родных, на девайсах, при помощи Ruby и JavaScript. Но об этом дальше. Дорожная карта. Ну, вот я уже сказал, что мы работаем над веб-китом для Windows Mobile, Windows C. Хотим включить также поддержку веб-кита на Android платформу. Сейчас мы, естественно, тоже используем веб-кит, но веб-кит закрытый. Мы используем компоненты веб-ю стандартные на Android. Проблема какая, что на разных версиях Android рендеринг немножко отличается, и поэтому тот контент, который вы написали, его отображение может отличаться на разных Android платформах, и многие клиенты жалуются на это. И, в принципе, в том же PhoneGap это не про фикшн, потому что они используют стандартные компоненты. Мы же хотим, вот у нас свой порт веб-кита, и если у нас будет одна версия веб-китая, единообразная, то, в принципе, эту проблему удастся избежать. Также мы хотим добавить виртуальную JavaScript машину, что даст возможность вынести бизнес-логику, как и в случае с нашей виртуальной Ruby машиной, в отдельный поток. И тем самым разгрузить веб-ю. Потому что клиенты вообще, которые, допустим, пользуются, допустим, Ромобайл и PhoneGap, они жалуются, что тормоза случаются, как бы. И чтобы этого избежать, конечно, нужно все это в отдельном потоке размещать. Также, так как мы JavaScript машину внедрим, это нам даст возможность отлаживать JavaScript код из IDE. Все остальное я описал до этого с созданием облачных сервисов. И добавление поддержки промышленных устройств различных произвендоров. До этого мы поддерживали такой консюмер-девайсы и поддерживали девайсы компании Motorola. Ну, сейчас уже зебра, ныне зебра. В принципе, и покупался стартап Ромобайл для того, чтобы поддерживать именно моторольские девайсы, там их великое множество, чтобы увеличить продажи. Ну, продажи, как будто, действительно, очень сильно увеличились. Поддержка новых ОС, новых операционных систем. Не знаю, например, мы вот сейчас уже там вели переговоры с LGN, например, может быть, поддержать WebBoss, хотя там уже встроено кордово, но возможно, либо мы попытаемся свой инструмент туда продвинуть, либо немножко допилить кордово, встроить в нее JavaScript, виртуальную машину, чтобы не так тормозили приложение, написанное на кордове, не знаю, как получится. То есть возможность, может быть, пообщаться с Samsung по поводу Тайзена, вот компания YOLA еще есть, Sailfish у нее тоже, операционная система, тоже хотим с ними пообщаться. Ну и, например, в принципе, возможен такой вариант, как поддержать настольные Linux-системы, либо Linux-Embedded, что, в принципе, можно… У нас, в принципе, Linux не так уж сильно распространен, а если будет такой инструмент, с помощью которого можно будет легко писать, ну, я говорю, именно UI-приложение с достаточно серьезной бизнес-логикой на достаточно простых языках, которые очень многие знают, то я думаю, что это может существенно популярность повысить данных операционных систем. Плюс достаточно большое количество, например, терминалов, киосков работает, ну, их, конечно, гораздо меньше, чем на Windows, Mobile, Windows CE, Windows-Embedded работает, но, тем не менее, это уже есть набор девайсов, которые работают под управлением настольного там Linux, Linux-Embedded, и тут тоже полезно поддержать как бы, да, функционал от операционной системы. Это упростило бы задачу разработчикам, которые пишут под данный девайс. Наша глобальная цель это продвижение платформы среди системных интеграторов и компаний-производителей мобильного встроенного оборудования, обслуживающих корпоративный госсектор в части поддержки различных мобильных и встроенных устройств, создания нового функционала. Мы сейчас введем переговоры, в принципе, уже даже работаем с компанией Cypher Lab, крупная компания в Тайване, у них, они производят свои терминалы сбора данных на основе Android, Windows Mobile, Windows C, ведем работу с компанией Genom Technologies, это американская компания. Плюс внедрение платформы в обучающие программы ведущих вузов России с целью значительного упрощения подготовки кадров в области мобильной разработки, так как все-таки порох вхождения здесь ниже, нежели если вы будете готовить специалистов под нативную разработку. Ну и плюс создание развития облачных сервисов как для разработчиков, так и корпоративного и госсектора. По поводу клиентов мы существуем как бы не так давно, четыре месяца, но вот уже у нас есть достаточно серьезные как бы клиенты, например, компания Johnson Controls с 40-миллиардным оборотом в год с ними работаем, но это бывший клиент Zebra, мы от Zebra к нам пошли. Еще некоторые компании из Америки и UK поменьше размером. Так, ну в принципе, вопросы, если есть у кого-то. у нас в руби есть определенный набор функционала, если вы хотите встроить какой-то руби джем в наш фреймворк, в принципе, это возможно, но опять же с нашим участием. Так просто он ему может ответить. Значит, ситуация такая, что если у вас, если вы хотите интегрировать какой-то джем с нативным кодом на мобильный... Микрофон возьмите. Если вы хотите интегрировать руби джем уже готовый какой-то, в котором есть нативный код, естественно, он не будет работать на мобильном устройстве. Значит, если у вас есть джем с чисто руби-кодом, то вот такой легкий как бы интеграция там не получится, просто типа вот джем интегрируют. Но если вы скопируете эти руби-файлы все, они будут работать. Ну вот сейчас, что у нас внутренняя руби-машина 1.9.1. 1.9.3 у нас. Да, мы хотим снигрироваться на 2.2, если эти планы... Ну что? Статически сниговать джем? Нет, я говорю о том, что если вы хотите использовать джем, если в джеме только руби-код, и он не использует какие-то джемы, которые там с нативным кодом, вы можете весь этот руби-код перенести как бы в приложении, он будет работать на мобильном устройстве. Ну, например, в последнее, что я там припоминаю, у нас там примеры есть, например, я там взял джем, который кенерит PDF-файл. Там только руби-код скопировал, он прекрасно работает. Ну, я бы такое никому сейчас не рекомендовал, то есть, само различие между тем, когда мы что-либо заставляем фактически форкать и таскать с собой этот форт, или тогда мы даем возможность таскать в библиотечном виде, то есть, с возможностью обновления отдельной сущности. Я понимаю, но я говорю, как здесь, то есть, просто джем, там, в конфигурации прикухи, вы не можете сказать, что я использую такой джем, он автоматически не подцепится, нет. Это просто связано со спецификой мобильных устройств, что не всегда можно какой-то сторонний код продвинуть в App Store, да, то есть, тут уже Эпо, но они проверяют все приложения, да, на какие-то соответствия с требованиями. Там, допустим, нельзя какие-то скрипты динамические поставлять, да, в приложениях. Например, Ruby-файлы вообще нельзя поставлять, то есть, можно только i-сеть уже скомпилированную Ruby-файл, можно просто заревать. скомпилированные Ruby-файлы вставляют в банке. это в полисе такой LED. Естественно, если вы, как бы, возьмете Ruby-код, да, там, из джемов положите в приложение, то при сборке приложения нашего, и Румабр, этот Ruby-код будет скомпилирован некий, как бы, байт-код, вот это было сделано для поддержки требований просто так, вот, при этом, если вы заходите, кстати говоря, это не только у нас такие проблемы, естественно, там и фонгап, там и прочее, что, ну, например, у фонгапа, да, у них проблемы с апдейтем до контента, как бы, то есть, Apple это все запрещает, что приложение не может самоапдейтить, имеется в виду код приложения. Вы не думали попробовать собирать свой интерпретат в Ruby с каким-то хитрым неудивным путем, который, скажем так, позволял бы вам же, например, ну, или вам там в сотрудничестве с сообщественным разработчиком, да, того софта, который поставляется с использованием вашей платформы, поддерживать библиотеку портов гимов, которая, с одной стороны, была бы уже таким вот образом прикопилирована и доступна вот тому интерпретатору, который у вас работает, а с другой стороны, доступна и разработчикам тех приложений. Ну, потому что, ну, вот Ялова и Кошмар, например, это все таскают что-то в фиксированной версии и закладываются на эту версию, то есть это просто хлоповник крайне гибельных методов разработки. Зато надежность как работает, Я могу сказать, что разработка только ломается. Разработка мобильной платформы, некая специфика есть. во-первых, довольно много джемов в Ruby, которые нативный код имеют. Естественно, это там легко не перенести. То есть у нас, естественно, есть возможность писать нативные экстеншены. Да, то есть для нашей платформы вы можете написать нативный экстеншен, который будет, естественно, иметь там Ruby-интерфейс, ну и javascript-интерфейс. но это уже отдельная разработка. Довольно много Ruby-джемов имеют нативный код, естественно, как бы не перенести к одним движениям. Чисто Ruby-код, чистый Ruby-код, он работает. Но это требует как бы сейчас... У вас уже есть некий на год поставляемых джемов, достаточно ограниченный? Ну, я бы не сказал, что там это джемы, то есть какие-то да, любые распространенные, да, они есть. Нет, ну это уже разница между тем, когда в принципе нет механизма, и когда вот, по крайней мере, какой-то там начальный выйдет. Нет, у нас начальный как бы достаточно много всего как бы есть, у нас много экстеншенов, да, Ruby-шных там хватает. Ну, спасибо. Еще вопрос. Я бы хотел спросить, ну, по специфике, вы сказали, что внедрение в школу, и все такое, что вы имели ввиду под этим? Ну, мы бы хотели, ну, не в школу, а в высшие учебные заведения, ну, допустим, если вы знаете, может быть, такие компании, как Netcracker, они, допустим, приходят в какой-то город, например, Матклазный Петербург, создаются учебный центр при том или ином заведении, и начинают набирать группы тех или иных студентов и обучают, потом этих студентов, например, они переманиваются к себе в компанию. Мы как бы не собираемся чтобы обучать какой-то был курс в институтах и чтобы люди могли разрабатывать приложения именно на нашем инструменте. Такой был проект компания Ромобилл сделан в институте в одном в Малайзии. Там как бы люди активно этим занимались. Почему не сделать, например, у нас так же? Просто это было бы гораздо проще для людей, например, изучить нашу платформу и писать приложения мобильные, нежели изучать, допустим, там, C++, Java, C Sharp и так далее. Это было бы гораздо проще. Тем более, что вебом сейчас очень многие занимаются, те же студенты. Это очень популярно. Там сайты пишут, что не каждый второй пытаясь на коленке что-то делать. Ну, пульс открытый, то есть вы его сделаете? Да, да, да. Я учитель могу его взять и попробовать, что и подавляет. Да, да, почему нет? То есть, как бы деньги-то за это обратно никто не собирается. Конечно. Все открыто. Можно я еще добавлю немножко, что, ну, основная прелесть гибридных приложений в том, что вам не нужно изучать основная прелесть гибридных приложений, и это касается мобильных, как бы и десктопных. То есть гибридные приложения это там, где UI у вас как бы в WebView крутится, да, и в принципе там же может крутиться и все остальное, или это вынесено в некий контроллер. Так вот, основная прелесть в том, что это не какая-то там новая платформа, которую вам нужно учить. Ну, например, вот если вы возьмете там Косомарин или Абселератор, да, негативные решения, вам нужно как бы изучать их API, да, вы можете там C-Sharp знать, например, когда вы Косомарин используете, но у них свое API, да, вы должны его изучать, там свое API для UI, да, там какие-то решения они предлагают либо универсальные, либо вообще платформенный API оттопыривает вам на каждой платформе. Нужно делать как бы отдельно, вот. Но в гибридных приложениях у вас WebView, то есть весь UI, это HTML, это JavaScript со всем домом там HTML, WebView и так далее. То есть это не что-то новое, да, это хорошо известное. В основном… Вы можете использовать JavaScript библиотеки, которые не только интерфейс какой-то вам дают, но и бизнес-логик, вот их полно, там jQuery, например, я не знаю, там много всего. Ну, вот XTJS, да, который сейчас там, это самое, вот у них там, да, у них своя там, это Model View Controller, они предлагают там и так далее. Но здесь смысл в том, что это не что-то новое, как бы, не какая-то новая платформа. Вот обычно, да, когда идет корпоративная разработка, да, люди же не только мобильное приложение делают, делается некий комплекс. Это серверные решения, это порталы, мобильное приложение, десктопные приложения, там и так далее. Это некий комплекс целый, который, как бы, призван решать задачи внутри корпоративные по сбору данных, обработке, доступа, там, к этим данным, изменениям, там и так далее. Соответственно, вот когда вы решаете вот весь этот комплекс, да, то обязательным его, как бы, обязательную частью этого решения, как правило, ну, практически всегда, это некие порталы для доступа. Вот. И когда эти порталы кто-то делает, кто их делает? Их делают, это что-то мейль, джаваскрипт, специалист. Ну, и сервер-сайт, естественно, там какой-то есть. Собственно говоря, он как бы основа. Вот. И когда вам нужно разработать приложение для мобильного устройства, это нужно не всегда. Значит, приложение, именно приложение. Вы можете сделать просто портал, на который вы с мобильного устройства заходите, да, и все. Но довольно много случаев, когда этого недостаточно. Вам нужно какие-то действия, доступ к самому девайсу, мобильному иметь, например, доступ к какому-нибудь аппаратному баркоту, ридеру, или камере, там. К NFC, заходите за мной. Да. Соответственно, то, что вы просто из браузера не сможете сделать. Ну, пока. А на того можно? На того можно, да. У нас есть свой набор, как по API, о чем мы говорим. Вам нужно будет изучать наш набор API. Естественно. Это файлная система, это network stack, это различные камеры, NFC, все что угодно. Если чего-то нет, мы это можем поддержать, естественно. Ну, как бы, смысл гибридных решений, например, в том, что у вас есть веб-вьюха, в ней там, HTML, JavaScript, зачастую тот же который у вас там на портале работает, с теми же там UI-решениями, там и так далее. У этого тоже прелесть. Те же специалисты это могут делать. Да, но если у вас летал вы можете дергать какой-то платформенный API, который вы не можете просто так из браузера дергать. То есть, грубо говоря, я могу сделать HTML-странисту. Так, господа, давайте вот это самое. Уже дальше детали в кулуарах. Вот. Остановитесь. HTML-странисту прямо в изображении с камеры. Да, конечно, без проблем. А, и в том числе, допустим, если вот у вас есть какой-нибудь в чем специфика нашего еще приложения, мы начинали как бы с поддержки Ruby. Если у вас, у нас же как, у нас как рука, у нас поддержка Ruby реализована, например, технология Ruby on Rails похожая. Вот если у вас есть сайт, допустим, на Ruby написанный, и вы хотите сделать мобильное приложение с похожим функционалом, вы можете, в принципе, портировать код практически вообще без изменений. Вот так. Ну, то есть, в отличие от Ruby on Rails, сфера крутится прямо на самом деле. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. В зале, наверное, больше всего на квадратный метр пользователей Sailfish, которую вы упомянули, целых два. По вашему опыту, вообще, к вашему видению, какие перспективы этой платформы? Как раз-таки перспективы. Мы общались вот вчера с Алексеем Смирновым, мы на самом деле совсем не так уж давно узнали, общая компанией YOLA о данной платформе, и мы просто пообщались с Алексеем, потому что, насколько я знаю, компания Altlinux участвует вместе с компанией RASA, с Минкомсвязи в этом проекте, мы предложили, что мы могли бы поддержать данную операционную систему, данную платформу у себя в нашем фреймворке. Да, но пока, насколько я понимаю, переговоры по всему этому делу не так просто идут. Мы на самом деле собираемся направить запросы к компанию YOLA напрямую. То есть о перспективах не знаю, но если бы такая платформа была, поддержка была, естественно, юзера было бы больше, потому что было бы больше приложений. Спасибо. Но что касается этого проекта, с Sailfish, там еще, так сказать, как бы, Гёта тоже это самое, вроде бы, должна была принять участие, то пока я могу сказать, что там все, как бы, согласовано и готово к началу проекта, тем не менее, проект не начинается. А Вартан Хачатуров, которого мы очень ждали, как бы, здесь, в неофициальном плане, который, собственно, занимается этим проектом, ментом связи, он сюда не приехал, но мы ждем. Традиционно не приехал. Что? Традиционно не приехал, как и в прошлом году. В прошлом году он собирался? Еще как его ждали. Он должен был участвовать в дискуссии про импортозамещение, которая без него прошла совсем односторонняя. Представители власти не приехали, а как обычно это делают? Нет, ну, не надо его рассматривать как представителя власти, я вас очень прошу. По крайней мере, если он приедет на нашу конференцию, то это точно. Вот. Ну, то есть, вот я сказал, как оно есть, вот, но, так сказать, как бы, я очень благодарен вам за ваш доклад, потому что, так сказать, каждый раз, когда мы соприкасаемся с миром разработки и мобильных приложений, и, так сказать, как бы, с особенностями мобильных операционных систем, которые, так сказать, как бы работают только на каких-то специальных железках, и, так сказать, как бы, это сложно найти железку, для которой это можно возить и так далее, и так далее. Это вот другой мир, да? Вот. Он для нас очень такой загадочный, интересный, и мы, так сказать, все время собираемся в него тоже, так сказать, как бы в меру своих, своей компетенции попасть. Вот. Это очень любопытно, и я надеюсь, что, так сказать, как бы все-таки в совсем обозримом будущем мы тоже, так сказать, как бы вначале очень аккуратно поставим найти, и мы знаем, что вот есть, так сказать, вы и... Да, мы надеемся. И ваша работа, на самом деле, очень для нас интересна, и я надеюсь, что будет полезна. Ну, мы как раз таки вообще, как бы, создавали эту команду в целях вот импортозамещения, как в частности, и в том числе мы сейчас готовим заявку в Сколково, чтобы получить статус участник Сколково. Вот, я думаю, получим все-таки ближайшие месяцы. Очень надеюсь на это. Желаю вам всяческих успехов. Вот. Мы не будем открывать новую дискуссию по импортозамещению. Я, так сказать, как бы только скажу то, что я говорю, каждый раз, когда слышу это слово, я говорю, что нам нужно рассматривать импортозамещение как вынужденное явление. Вынужденное, да? В нем есть, естественно, что в любом, так сказать, как бы процессе, в том числе вынужденным, можно найти свои плюсы. Хотя минусов всегда больше, но я надеюсь, что мы в нем найдем плюсы. Ну, просто смотрите, на самом деле, вот есть Альтлинукс, да, на российский рынок, да, а вот есть, допустим, большое количество инструментов, вот, кроссплатформных, но не нашего, не отечественного производства, а вот, допустим, есть мы. То есть мы, как бы, хотели бы, чтобы в России это было бы... Я думаю, что здесь все-таки дело не в национальной принадлежности, а в том, что нам с вами, так сказать, проще общаться, мы, так сказать, как бы... Конечно, конечно. И, так сказать, как бы всегда можем друг другу помочь. Но с Сашей Боковым, который из Финляндии, там мы тоже будем общаться с удовольствием, и вы тоже. Да. Я вообще хочу, что еще добавить, что вот в принципе средства для кроссплатформенной разработки, они сейчас, в принципе, ну, большинство этих средств сконцентрировано на мобильном рынке. Почему? Потому что на мобильном рынке сложилась ситуация, когда есть несколько платформ, которые, фирма-разработчик или там какой-то интегратор, который пишет софт, он обязан поддержать. То есть не выбор, что я хочу там под Android, а я хочу под iOS. Особенно, как бы в корпоративной разработке вот есть такие как бы оси, и их даже не две. То есть я могу сказать, что на сегодняшний день очень большое распространение на специализированных устройствах Windows CE до сих пор. До 80% всех промышленных устройств на Windows Mobile, Windows CE. То есть и вам нужно разработать софт? Да. Нет, это их даже, вот мы… Нет, ну смотри, вот терминалы сбора данных, например, да, в магазинах там, они все почти на Windows Mobile CE. Идет миграция сейчас на Android, но она очень долго будет идти, и очень непросто. Естественно, что… Ну, во-первых… Естественно, что переход идет, но до сих пор… Естественно, когда повышается качество аппаратной части, да, там проще запустить Android. Допустим, вот на ископаемом железе, да, Android не запустите никогда. Согласен, да. Возвращаясь к тому, что я хотел добавить, я все-таки, если можно, закончу. Но, на мой взгляд, именно платформы, которые позволяют вести кросс-платформу разработку, они важны и для десктопных осей тоже, потому что важнейшая проблема любой оси – это привлечь разработчиков и снизить издержки по разработке программного обеспечения. То есть в мобильной среде это, например, я могу сказать, я довольно много работал в разработке компьютерных игр и игр для мобильных устройств. Сейчас почти все игры, они выходят, например, на iPhone, Android. А почему не пишут много под Windows Phone? Потому что это требует значительных вложений для поддержки этой платформы. А разрабатывать под iOS Android можно вообще как бы одно и то же. И оно будет работать. И то же самое и для десктопных осей. И вообще как бы для того, чтобы вот вы делаете какой-то софт, я не знаю, там, бухгалтерский, вы его под Windows делаете. Как его, например, поддержать на какой-то еще оси? Вот директивно сейчас в качестве импорта замещения скажут, вставить, значит, вот Alt Linux, например, во все госучреждения. А я надеюсь, кстати, что скажут, потому что это подстегнет в общем-то нашу индустрию. А почему нет? Вот. Но я к чему говорю? К тому, что разработчики, да, они вынуждены будут вложить большие средства в том, чтобы адаптировать, ну, переделать свой софт, поддержать платформу. И в этом ключе именно кроссплатформенная разработка, она вот как бы очень в тему. То есть, на мой взгляд, в решениях, которые позволяют вести кроссплатформенную разработку, заинтересованы те платформы, которые как бы не доминируют. То есть, например, если вы посмотрите, да, там и Apple, и Google, да, они наоборот стремятся обособить, то есть, чтобы у них что-то было вот свое отдельное. Пора заканчивать. Спасибо вам большое. Я все-таки надеюсь, что директивными решениями никто внедряться не будет, даже Альфинич. А не директивными? А не директивными мы работаем, да, мы работаем, вы работаете, и как бы это самое. То есть, преференции, да, какие-то есть, преференции, естественно, отечественным разработчикам, это как бы нормальная вещь, которой не было только в России до сих пор, да, просто вот, наверное, единственная страна, по крайней мере, была, которая что-то разрабатывала, в которой не было преференции. Но, так сказать, как бы вот директивно закрепить там единственного поставщика, это этому поставщику, ну, может быть, ему, так сказать, как бы там годик-другой будет хорошо, а потом, а потом будет так плохо, что... Нет, всем будет плохо с самого начала, но потом и ему будет плохо, и ему будет плохо. Причем так плохо, что не откачают. Ой, боже мой, это отдельную конференцию. Можете поверить моему опыту, что мы на рынке уже 15 лет, и это, как бы, знаем, что это ни к чему хорошему не приводит. Потому что, потому что не исполняют у нас директивы, а кроме всего прочего, некоторые директивы исполнить невозможно. Вот такую директиву исполнить невозможно, и поэтому будут выкручиваться так или иначе. А репутация у этого разработчика, она упадет ниже плинтуса, и никто не будет с ним делать. Мы тоже умеем делать закладки. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень было интересно. На таком интересном и нетрадиционном для нас закладе мы заканчиваем нашу...